Где ты шлынула всю ночь? Какая-то овца. Ну я так никогда не скажу. Чичи? Это я слышала очень часто в своем детстве. Да нет, у нас дома такого не было. О, мой краш. Неблагозучное слово. Все началось? Да. И там, и там. Ну, привет. Ты скажешь, привет, красотка? Привет, красотка? Да, я скажу, привет, красотка. Ой, такое необычное чувство. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте, всем приветики. Я сегодня с мамой. Ты у меня никогда не была на канале? Нет, никогда не была. Как ты себя чувствуешь сейчас? Можно тебе микрофон? Волнительно, немножко. А что мы будем сегодня делать, мам? У нас есть корыта. Мы будем трактовать слова. Ты мои, я твои. Мои оранжевые карточки, твои желтые карточки. Я старалась, конечно, не делать это сленговые слова, потому что в какой-то момент я говорю, мам, возьми слова из своей молодости, которые я вряд ли могу знать. И мама мне такая перезвонит, говорит, Саша, а я вроде как бы вот хорошо разговаривала, без сленга, мне нечего сказать. То есть тут не обязательно сленгви, да? Просто любые вообще слова. Просто любые слова. А у меня вот, ну, тоже любые. То, что популярно сейчас, может быть, мама значение этих слов не знает, может быть, знает, как повезет. Вообще-то ты уже продвинутый человек, у тебя есть интернет давно, и ты сидишь тоже в Инстаграме, и смотришь мои видео, так что, может быть, ты что-то видела в комментариях и знаешь значение. Собственно, все? Да. Начинаем? Начинаем. Кто первый? Давай камень, ножницы, бумага. Кто первый? Су-е-фа! Су-е-фа! Это что значит? Я победила, значит, ты первая. Ты берешь мою желтую карточку. А еще мы будем все это считать на баллы, очки. Нуб. 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 От тебя уже это слышит необычно. Такая мама. Нуб. Нубук, я знаю, что это. Это не связано никак. Нубук, это кожа. Кожа такая, не очень. Не очень. Да. Может быть, это краткое слово от слова ноутбук? Нет. Если ты вообще не знаешь, можно делать подсказки в виде предложения с этим словом. Например, я полный нуб в этой теме. Ноль? Да. Чайник, типа. Хорошая подсказка была, конечно. Просто очевидно. Надо же. Чайник, новичок, простак, вот это вот все. Теперь я. Баска. Либо баски, но это зной. Да, конечно, мама. Даже я в четвертом классе говорила. Типа, прикольный, классный. Красивый, да. Какая у тебя баская платье. Какое? Ну, это уральское слово, да. Уральское чисто? Да. А ты знала, что рожки говорят только на Урале? Остальные говорят рожки? Знала. А, итого? У тебя ноль, у меня один. Троллить. Троллить? Троллить. Троу, ну, это что-то злобное. Это что-то агрессивное. Дразнить, может быть. А как ты поняла? Ну, потому что я тоже что-то знаю. Что-то знаю. Троллить? Ну, это, короче, злить агрессивное что-то. Да, да, да. Именно вот хорошо. Обзывать. Да. Бухтеть. Ворщать. Да. Итого у нас два-один. Крипово. Крип. Вот это, стопудово, ты не знаешь. Крип. Потому что даже я до последних полгода только узнала, что это такое. Если честно, я тоже вот как старушечка на лавочке немножко себя чувствую иногда. Что говорят эти молодые люди? Типа стыдно? Нет. Сейчас все англоязычное. Просто транскрипция английских слов. Крип. Просто добавляют там ово. Ну, а так вот по ощущениям, может быть, здорово? Наоборот. Например, что за криповый фильм вообще сейчас был? В общем, ужасный. Неприятный, не нравится. Такой, не страшный. Жуткий какой-то. Крипи по-английски это страшный до мурашек. Но я так никогда не скажу. Да, я тоже, если честно. Чичи. Ой, это сложно, я не знаю. Чичи. Типа FIFA? Нет. Это съедобное? Нет. Ты говорила так? У меня знакомый так говорил. То есть это что-то ругательное все-таки? Есть такое сломание? Нет, нет. Это название вещи. Типа очки? Да. Очки? Типа очечи. Подожди, у тебя так говорила знакомый или это правда установленная какая-то? Так все говорили? Или только твой знакомый? Я тоже могу Еве на слова написать. Отгадывай. Вот так говорил. Я знакомый. Ну, давай в интернете посмотрим, если хочешь. Чича. Это напиток, похожий на пиво. А что такое чичи? Очки. Круглые у тебя чичи. Крутые у тебя чичи. Я себе новые чичи купил. Ничего себе. Молодежный сленг все-таки написано это. Руфлить. Это я знаю. Это смеяться. Это смеяться до колик до... В общем, очень сильно смеяться. А ты откуда это взяла? Откуда ты знаешь? Я не помню. Руфл это, например, такой прикол вообще. Это что-то кататься от смеха на полу. Знаешь, кстати, вот я еще когда писала троллить и рофлить, это по сути в одну тему, но там со злобой, а здесь все по-доброму. Ремок. Ну, это знаешь... Ну, что ты как ремок оделся? Как какой-то этот... Ну, кстати, я не знаю значение ремок именно, но это как какой-то не очень кто-то, да? Какой-то бомж? Ну, да. Бомж, да? Нет, нет. Это рваная одежда. А само по себе ремок это рваная одежда? Рваная одежда. Ааа, значит, я не отгадала. Ну, я в эту тему, но это же... Я думала, это не одежда. Я думала, ремок это человек, который одет не очень. Ну, пускай будет и то, и то. Ты просто хочешь, чтобы я имела балл? Нет, нет, просто Варик. Варик, Варик. Ну, это, наверное, вариант. Ну, это было легко. Ну, да. Это было, наверное, самое легкое тебе. Скажи, что я написала... Варик дикошарый. Ну, это я слышала очень часто в своем детстве. Чего вы как дикошары? Ну, типа сумасшедшие. Беситесь-то, да? Да, да. Типа такие... Не воспитанные. Не воспитанные. Такие без ограничений. То есть, я. Ну, это да. Да, это слова детства. Трэш. Трэш. Ну, это высказывания какие-то агрессивные, да? Нет. Типа реклама агрессивная? Нет, нет. Это, например, трэшовая музыка какая-то. Ужасная? Ну, нет, не ужасная. Это просто отстойная. Отстойная? Трэш от английского это мусор. А, мусор отстой. Трэш это мусор. Это что считать? Что я не отгадала, да? Я не отгадала. Все. Если быть честным. Если быть честным, то я не отгадала. Шлындать. Это прогуливаться где-то? Да, гулять. Прогуливаться. Но оно какое-то такое тоже. Типа, где ты шлындала всю ночь? Типа такого, да? Нет. Ну, наверное. Например, при знакомстве со своей свекровью, так называется. Со свекровью ты бы не сказала, я тут шлындала гуляла. Ну, то есть, не так все равно, да? Нет, ну, это да. Это просто вот... Разговорно. Это не со взрослыми даже. По фану. По фану? Да, но это я про тебя говорила. По фану? Ну, вот если вот так вот, по фану? Ну, вот если по фану? Типа по барабану? Нет. Все равно? Зачем ты пригласила гостей? Да так, по фану. Ну, не знаю, можно так сказать или нет. Но сделать что-то по фану. Ну, фан это по... Это фанат? Нет. От английского фан это смех. Типа, да так просто по фану сделал. Получить удовольствие. Из удовольствия. Из удовольствия. Я даже не знаю, это, наверное, больше по приколу. Во, по приколу. Наше простое слово. По приколу. То есть, бессмысленно, по сути. Уя. Ты не пропустила ни одного? Нет. Уя. Уя. А туя, как дерево? Нет. Уя. Вообще ноль представлений. Это назвать текст человека можно? Нет. Это вещь определенная? Нет. Это состояние? Да. О, это полный расслабон. Нет. Это восклицание. Уя. Это междометие. Ура. Нет. Вот блин. Да? Вот блин? Нет. Но я это слышала от двоюродного брата, когда мои два брата боролись между собой, и одному было больно. А, типа как мат у нас? Нет, это междометие, которое выражает боль. Ой. Да? Да, типа ой. Ой. Я все время говорила ой. Ой. Ай. Ой, ай. Ой, ай. А вот брат говорил ой. Кринжово? Да. Кринж. Кринж. Опять английская. Да. Опять транскрипция. Стыдно? О, да. Молодец. Кринж по-английски это съеживаться. По сути, это наш испанский стыд, вот можно вот так сказать. Это настолько стыдно, ну просто, знаешь, кринж полный. Как можно было... А почему просто не сказать стыдно? Ну вот. Ну вот не стыдно. Знаешь, вот молодежь вряд ли скажет, мне за тебя так стыдно. Барагозить. Это типа гнать. Ну, что ты гонишь, да? Нет. Барагозить. Ну, противостоять, да? Говорить напротив. Конфликтовать немножко. Да. Скандалить. Скандалить. Барагозить. Ну, я... Ты близко была. Я, потому что в речи это тоже, как бы, даже использовала, мне кажется, барагозить. Да нет, у нас дома такого не было. Не, нет. Ну, такого дома у нас не было. Я могла по-любому кому-то такое сказать. Не дома, конечно же. Да, да, да. Спойлер. Ну, тут еще. Что-то знакомое. Что-то очень знакомое. Спойлер, спойлер. Например, хочешь посмотреть сериал, а я такая, слушай, там в пятом сезоне такое, а ты такая, не спойлери мне, пожалуйста. Ну, что, по-моему, вообще понятная высказка. Не рассказываешь? Да. Ну, то есть раскрытая информация преждевременная. Упластаться. Это я знаю. Уработаться. Ну, да, устать. Устать. На чили. Это на отдыхе. Да. Это отдыхать. Расслабляться. Расслабляться, да. На чили на расслабоне. Это я слышала. Да? То ли от Дениса, то ли от тебя. У нас получается не как будто игра в английский язык. Да, в том-то и дело, да. Хлызда. Хлыздить. Слушай, ты говоришь, что у тебя не сленг, но, по-моему, всякая хлызда, которая брагозит, это очень даже сленгово. Хлызда, ну, какая-то, типа, дура, мымра, которая гуляет, там, не знаю, с твоим парнем, может быть. Умни, какая-то овца. Не хлызди. А, типа, не сомневайся. Не бзди. Нет. А, нет? Не ври. Ну, это если в игре мы говорили, типа, не обманывай. А, типа, крыса. Не знаю. Не лодыничай, не обманывай. Вот это вот такой смысл. Не угадала. Да. Краш. Опять английское слово. Тоже что-то агрессивное, да? Нет. Наоборот. Ну, вообще, нет. Не туда вообще. Он мой краш. Любимый человек. Но очень важное такое здесь условие, он недосягаемый. Короче, он тебе разбил сердце, но ты... Он тебе... А, ну да, разбил. Он разбил тебе сердце, а ты в него влюбилась. Ты вот не просто так сказала разбил. Краш от английского разбивать. Ну, вот крах у меня вот сработало. Мне кажется, ты угадала. Ну, как бы ты сказала сначала... Я себе засчитаю, засчитаю. А у меня больше карточек. Ну, я еще тебе там голосом хотя бы. Ай, да. Ну, типа, пойдем гулять. Да, да. Это просто было. Даже я сейчас так говорю. Мейнстрим? Да. Мейнстрим. Тоже на английском, да-да-да. В потоке, что ли? Откуда ты поняла вообще слово поток? Ты знаешь, да, что стрим это поток? Стрим это поток, это в английский. Мейн это как бы основной. И это вообще не связано никак именно как бы с потоком как таковым. Ну, то есть смотри. Мейнстрим переводится как основное течение. Основной поток. Ну, вот мы и перевели. Но используют его все-таки как слово немного в другом контексте. Смотри, например. Я слушала эту песню до того, как она стала мейнстримом. То есть мейнстрим это что-то очень популярное сейчас, что аж до тошноты, знаешь. Становится такое вот популярное что-то и аж бесит. Ну, вот пока это еще не было даже мейнстримом, я это уже знал, например. Я не отгадала. Нет. Ну, я так не скажу. Хотя, погоди. Ты на основное течение можешь добавить туда. Могу, да. Вехотка. Так говорила твоя бабушка. Надя. Да? Я от нее это узнала слово. А я думала, от мамы Дениса нет. Потому что она часто, даже сейчас говорит, по-моему. Я помню, мы в слова играли в деревне, и она написала это слово. Вехотка. Это что-то часть одежды. Ну, да. Часть одежды? Она тоже это знает слово. Часть одежды? Ну, почти. Можно сказать так. Бушная одежда. Во что превращается? В какую-то, ну, типа не рухлядь, а как-то. Ну, второсортная одежда. Ремок. В общем, тряпка-мочалка. Тряпка-мочалка даже. Вехотка. Ну, да. То есть, то, чем даже можно мыть, получается. Ну, да, мочалка. Ну, что, можно ли? Нет. Зашквар. Ну, это полный крах в делах, потому что зашквар, это шкварки. Они такие, они такие отгорелые. Короче, ну, что-то не удалось. Это полный зашквар, это, знаешь, это вот отстой какой-то. Ну, да. Это делает прям зашкварно. Так, то есть, вот помнишь, как там кринжово было слово? Крепово. Кринжово, именно. Кринжо. Когда кринж. Это полный кринж. Зачем так ведешь себе испанский стыд, помнишь? Так. Мам, подожди. Малорик. Молодец, типа. Ну, так говорила даже я в классе десятом. Да? Да. Ну, ты Малорик. Вписка. Вписка. Какое-то неблагозвучное слово. Какие вообще идеи? Ну, прописка. Вписка. Вот я смотрел через окно дом. Туда выписываются, вписываются. Может быть, это часть дома, часть квартиры. Нет, ну вообще, нет, не то. Вписаться куда-то. Слышала такую фразу? Вписаться, значит, ну, вписаться в поворот. Значит, войти в поворот. А в более другом каком-то смысле ты такое не слышала? Типа, я вписался в эту тему, типа. Органично вписался в эту тему, то есть ты знаешь эту тему. Наверное, это как-то связано со словом вписка, не знаю. Короче, вписка – это тусовка. То есть, помнишь, я отпрашивалась на Новый год куда-то или на ночевку? Эта молодежь собирается на тусовки совместные. Возможно, там есть алкоголь. Ну, пускай будет тусовкой. Вечеринкой, дискотекой. Подожди, то есть это что? Куда ты это кинешь в виде бумажки? Можешь оторвать свою бумажку вон ту? Или порвать любую? И как бы у тебя станет две, которые ты не угадала. Хорошо. О, это вообще не знаю. Ортачится. 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 Даже не звучит. Не было беззвучно. Как ты говоришь? Либо дурачиться, либо хлынгать. Как ты там говоришь? Когда ты… Хлызать. Не-не. Шлынгать. Ортачиться. И тоже не обманывать. Проставляться. Нет. Ну, скажи предложение с этим словом. Ну что ты опять ортачишься? Пошли уже давай. А-а-а, копошиться. Долго что-то делать? Упрямиться. Да я артак. Флексить. Это я знаю. Это я точно знаю. Это я знаю. Это изгибаться, танцевать. Выпендриваться, выделываться. Да, да, да. Откуда ты это знаешь? Я такое не говорила. Все, я еще одно слово тебе загибаю. Нет, я загибаю. Здесь два. Ага, правильно. Октябренок. Пути-пути. Ну, это вот эти вы, октябрята были. Ну, общественное движение, организация, да. И ты, это что означало? Что ты должна, например, туда ходить, что-то делать для народа, да, для общества? Хороший октябренок, там, у тебя была повязочка какая-то синяя или красная или желтая? Нет, у нас значочки были. Октябренок. Октябрятская звездочка по пять человек были. Их пионер-вожатые были. Потом они вступали в пионер. Вот у нас значки были. В Советском Союзе, учащиеся с 7 по 9 лет, а, с 7-9 лет, объединявшиеся в группы, группы при пионерской дружине школы. В этих группах дети готовились к вступлению во всезоюзную пионерскую организацию. Так а в чем суть даже этой организации? Пионер это кто тогда? Что он делает? Это тоже организация. Что вы делали? Вы организованы. Что внутри? О, мы много то, что делали. Мы макулатуру собирали, бабушкам помогали. А, то что такое отчетное? Металлолобу собирали, да. Теперь опять ты, без бумажки. Берняга. Агрица. Сердица. Да. Злица. Да. Это вот это вот мультик-то или игра-то там про птичек была. Angry Birds? Да. Про сердитых птиц. Ну, это Angry. А здесь агрица. Вообще другой корень. Ну, да. И ты так говоришь? Я тебя не слышала. Я говорила так в классе 11-м точно. Толкучка. Очередь? Нет. Ну, как бы куча народа. Где толкучка? Ну, толкучка это толкучка, но это куча народа. А, а еще в твоей толкать. То есть это никак не связано с кучей народа? Связано-связано с кучей народа. Ну, вот собственно это куча народа. Ну, в мое время. Где была куча народа? Вписка? Вписка в твое время? Толкучка? Нет. Помогите Помогите, спасите Как Ева говорит Это рынок Еще называли барахолкой То есть ты могла спокойно сказать, я пойду на толкучку Ну барахолка, толкучка Барахолка тоже не знаешь Барахолку, конечно, не знаю, до сих пор это есть Это, мне кажется, ты не знаешь Шеймить Танцевать шейк Я сама узнала Об этом слове Вчера Публичная личность делает какую-то дичь Это стыдно, что ли? Да, и вот его шеймят, и это не просто его стыдят за это А его публично осуждают Лишая каких-то привилегий Бабушку стукнул, не знаю, выставил видео Типа это смешно И его за это зашеймили Это значит настолько застыдили, что от него отказываются Контракты по сотрудничеству бренды какие-то Подписчики отписываются Бан какой-то, вот ты просто еще знаешь Бан, бан это блокировать Вот это знаю, я еще знаю слово дропить А это ты откуда знаешь? А ты, случайно, не читала сайты с молодежными сленгами? Нет, дропить, оно просто смешное Это что-то выставить новый продукт, да? Дропить Дропить, это отключить от сети А, у артистов это публиковать, выпустить какой-то новый материал У работников IT, это отключить соединение, удалить программу А у любителей аниме это не досмотреть сериал до конца, бросить на какой-то серии Это что за значение, миллиард просто Да То есть я могу сказать, когда дропнется это видео? Когда дропнется? Оно просто смешное, оно благозвучное Оно благозвучное для тебя? Да Мы сейчас считаем количество угаданных Клин, два Про себя, пожалуйста Девять Одиннадцать Ну Ну, надо сказать, у меня преимущество в чем? Это твое прошлое, а значит, я это слышала в своем прошлом Это твое детство, да А наше настоящее, это твое маму вещать Ну все? Да, все Молодец, вау Кстати, вы можете написать в комментариях, какие видео можно вы снять с мамой Ну, знаешь, мне кажется, прикольно что-то, например, из детства Ну, не повспоминать, а какие-то, может быть, взгляды на одну и ту же ситуацию Надо подумать Надо подумать Но ты бы не отказалась, да? Нет Ну, здорово, спасибо Это видео выйдет, знаешь, когда? Прям под Новый год Я думаю, это выйдет в видео 29 декабря Настроение просто ничего не делает, расслабится С наступающим новым годом Всем здоровья и счастья Самое главное здоровье, мама всегда мне говорила Мама, я получила тройку по-английскому И что ты отвечала? Спокойствие, только спокойствие Самое главное здоровье Да-да-да Спасибо Пока-пока